Добрый день. У микрофона Мария Кожевникова. В студии нашей сегодня заместитель директора по развитию, руководитель общественной организации, управляющей компанией «Родная» Егор Попылин. Егор, добрый день. Добрый день. Попробуем разобраться сегодня, какие работы в первую очередь по ремонту должна проводить управляющая компания и, главное, на какие деньги она это делает. Часто жильцы жалуются на свои управляющие компании, называют их нерадивыми, потому что считают, что компания выполняет недостаточно работ, деньги при этом собирает. Егор, а вообще по какому принципу формируется плата жильцов управляющей компанией и на что эти деньги расходуются? Во-первых, хотелось бы сказать, что все деньги, что есть в управляющей компании, это деньги, которые поступают жителей. Как таковых дополнительных финансирований управляющей компании у нас, по крайней мере, в регионе нет. Начнем с того, что в первую очередь жители определяются тарифом, что идет на содержание, что идет на текущий ремонт. Зачастую содержание управляющая компания рассчитывает из тех расходов, которые у них есть фактически. Да, то есть это зарплаты слесарям, это зарплаты электрикам, плотникам, дворникам, уборщицам. Ну, понятно, что это зарплаты инженерно-техническому составу, да, то есть это сюда же также включаются и амортизация машины и механизмов, это закупка инвентаря. Плюсом здесь же идет у нас аренда офиса по факту, вот именно строка содержания, она уходит вся на это. Иногда бывает заложена строка как аварийный ремонт, то есть это какая-то копеечка на случай каких-то непредвиденных расходов, если что-то вдруг случилось, по-быстрому сделали и, соответственно, не надо никакого отдельного собрания собирать, никакие деньги отдельные платить не надо. Копеечка, которая копится. Да, 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 копеечка, которая копится, она, соответственно, идет именно на аварийной ситуации. Помимо, скажем, содержания, есть у нас текущий ремонт. Тут уже, в принципе, согласно действующему законодательству, жители могут его определять сами. В части управляющих компаний у нас по городу это все включено в один тариф, есть управляющая компания, у кого это выделено. То есть, в частности, вот УК родной, это у нас выделено отдельной строкой. Я бы всем рекомендовал это выделять отдельной строкой, потому что жители начинают понимать, что действительно, вот мы, например, платим тысячу управляющих компаний, из них мы платим там 800 рублей содержания, 200 рублей на текущий ремонт. Я должен понимать, что я, собственно, на 200 рублей могу что-то рассчитывать. Вообще, по закону управляющие компании должны производить ежегодные осенние-весенние осмотры. То есть, это перед началом отопительного сезона, да, управляющая компания должна пройтись по дому, определиться с проблемами. И по окончанию отопительного сезона, по окончанию зимы тоже должна пройтись, понять, что случилось за зиму, какие-то нюансы, потому что где-то снег сошел вместе с шифером, где-то у нас, соответственно, по весне после лета, да, там что-то зацвело, переломилось и так далее, и так далее. По итогам этого составляется план работ на год. Жители, в принципе, этот план работ могут утвердить. Дальше, если есть совет дома, понятно, что совет дома также может что-то предложить. Все это формируется, и дальше считается средство, которое есть. То есть, если мы, например, хотим сделать на 1000 рублей, но при этом мы собрали 100 рублей по строке текущий ремонт, то управляющая компания говорит, что давайте, ребята, мы, может быть, эти работы разобьем, потому что физически выполнить их нет возможности, потому что денег на это нет. Я думаю, мы должны все понимать, что если мы идем в магазин и говорим, что мы хотим хлеб за 100 рублей, но у нас 10 рублей, нам его никто не продаст. Зачастую люди вот именно в работе управляющей компании не думают об этом. То есть, я плачу, я хочу. А вообще есть какие-то обязательные ремонты, которые должна проводить именно управляющая компания? Потому что мы знаем, что есть фонд капремонта, у него свои обязанности, а управляющая компания какие? В первую очередь, управляющая компания, естественно, это основная регламентная работа, это подготовка дома к отопительному сезону, это консервация дома по итогам отопительного сезона, это устранение аварийных ситуаций. То есть, если, например, у нас что-то порвалось, сломалось и так далее, управляющая компания это должна сделать. Так скажем, устранить аварию есть деньги, нет, управляющая компания должна. Аварийные ситуации, это понятно, ты не можешь просто их не устранять. А вот что касается каких-то видимых именно вещей? По факту управляющая компания может сделать любые работы, потому что у нас, в принципе, в законодательстве прописано, что если сделано более 50% от объема, значит, это капитальный ремонт. Если менее, да, то есть это текущий ремонт. Например, эту же крышу мы, в принципе, можем сделать в рамках капремонта, можем сделать в рамках текущего ремонта. Все будет зависеть от средств дома. Если средства позволяют, мы можем не дожидаться проведения капитального ремонта, сделать капремонт крыши, а после этого эти документы направить в фонд капремонта, и нам будет сделан зачет. Эти работы у нас будут вычтены, да, и там могут быть несколько нюансов. Либо мы сокращаем свой срок участия в этой программе, то есть через какое-то время просто перестаем платить, либо мы на какой-то срок просто перестаем платить за капитальный ремонт. По факту я говорю, что управляющая компания может сделать все, что угодно. То есть любая работа она может сделать, да, по решению жителей. Все зависит от средств. То есть решение по ремонту аварийному в первую очередь принимают жители? Да, конечно. Тут есть несколько нюансов. И в первую очередь, если есть у нас деньги на доме, которые хватает на эти работы, достаточно решения совета дома, если у нас он присутствует. Дальше, если, соответственно, у нас совета нет, тогда работу выполняет управляющая компания, либо же по решению общего собрания можно определить перечень работы. И средств, на которые это делается, и по итогам выполняется. Если средств у нас нет, ну там уже вопрос другой. Там уже совет отдельно решить не может, он, соответственно, обращается в управляющую компанию. Управляющая компания уже выходит к жителям и говорит, что, соответственно, у нас есть 10 рублей, надо 100 рублей. Будем доплачивать. Жители говорят, что будем. Соответственно, это все выставляется в квитанциях. Возможно, здесь действительно управляющая компания у нас в городе, в том числе и мы, идем часто людям навстречу, говорим, что давайте мы сделаем рассрочку, потому что некоторые платежи действительно людям тяжело заплатить, когда получается по 5-6 тысяч квартир разом. Поэтому управляющая компания, в частности, мы у КАРа одна, всегда идем жителям навстречу, пытаемся сделать рассрочку на месяц, на 2, на 3, на 6. Единственный нюанс какой, сейчас период такой специфический, цены на материалы растут, и здесь действительно на длительный период рассрочку сделать сложно, потому что если мы сегодня посчитали, что стоимость работы 1000 рублей, то завтра за счет того, что материалы выросли, она может стать полторы. И вот эта рассрочка может быть фатальной для управляющей компании, поэтому в этот период все равно управляющая компания какую-то копеечку закладывает, пытается. А вообще вот, ну, по практике городской, вот этих денег, которые именно в графе содержания общего имущества, на ремонт хватает или нет? Если брать общий тариф такой средний по городу, все зависит, конечно, от дома. То есть нужно понимать, что если у нас дом 9-подъездная, 9-этажка, этих денег зачастую хватает. Если же мы, например, живем в двухподъездной и двухэтажке, ну, скорее всего, если мы платим по среднему тарифу, то есть невысокому, этих денег не хватает, потому что, ну, я думаю, в среднем люди платят на текущий ремонт рубля 2, максимум 3. Платим мы, как все, с квадратного метра. Если дом у нас 1000 квадратов, значит, мы в месяц собираем 2000 рублей. То есть за год, ну, мы наберем 12 тысяч. А чтобы сделать крышу, это надо порядка миллиона. И понятно, что на 12 тысяч, ну, управляющий компания даже подъезд не сможет отремонтировать. Вот и все. То же самое по пятиэтажным домам. В месяц мы собираем, при идеальной собираемости, да, что все 100% платят, мы собираем тысяч шесть, там, шесть-восемь. Да, ну, в год непорядка статно берем. А вот смотрите, вообще, в принципе, как правильнее, как логичнее жильцам поступать? Платить понемножку каждый месяц и, допустим, эту сумму на ремонт внести в тариф или при необходимости ремонта крыши, подъездов, взять и собрать общей суммой? Проблема лишь в том, что жители у нас, честно говоря, не очень охотно собираются на собрание. Для того, чтобы нам утвердить какую-то строку и дополнительно что-то собрать, нужно, в любом случае, решение общего собрания. То есть более 50% жителей должны проголосовать. На моей практике, да, там, за эти 15 лет, на одном всего лишь доме собралось, действительно, собрание, кворум было. Люди не знают проблемы друг друга, не знают проблемы дома. И когда они выходят на это собрание, они говорят, да, а нам вообще это не надо. То есть верхние говорят, давайте крышу, нижние говорят, давайте канализацию. Вот и все. И на этом упирается, и зачастую собрание на этом заходит в тупик, и, соответственно, решение мы просто не получаем. И каждый раз проводить собрание, действительно, не самая такая простая вещь. Поэтому большинство людей действительно собираются на общем собрании, да, то есть утверждают дополнительную строку, чтобы она была какая-то накопительная. Потому что там, условно, собрать 50 рублей проще, то есть если у нас уже там 50 есть, чем ты будешь собирать 100 рублей. То есть это и людям нужно будет объяснить, что все-таки это нам надо. Да, они говорят, так мы же платим. Поэтому как бы если что-то собирается, что-то копится, да, проще на это сделать, чем, например, отдельно собирать. Но есть такие действительно дома у нас, которые уменьшили тариф и там стабильно раз в год доплата. По факту общая сумма, которую заплатили за год, она у вас получается одинаковая. Но здесь вы разово заплатили, да, там шокировали себя и соседей суммы, а здесь вы платите постепенно. Людям действительно по практике, по психологии получается, что проще платить постепенно. А как наладить вот это вот общение с управляющей компанией, чтобы ремонтировалось то, что нужно в нужные сроки? Во-первых, надо наладить общение между соседями. Если у нас дом довольно дружный, да, и общается, они, соответственно, понимают основные проблемы, и они готовы определиться с перечнем. Появляются на домах уже советы домов, которые уже могут коммуницировать эту информацию на управляющую компанию. Совет дома информацию собирает, садится уже с представителями управляющей компании и начинает обсуждать, смотрят действительно, насколько необходимо сделать подъезд. Может быть, подъезд и необходимо сделать, но крыша бежит. И смысл его делать, поэтому давайте сначала делаем крышу, затем делаем трубы, затем делаем подъезд. Вот и все. То есть это уже здесь непосредственно именно совет дома. Если есть совет дома, и он действительно реальный, активный, управляющие компании всегда идут навстречу этому совету дома, и уже непосредственно с ним всегда работают. То есть что-то советуют, что-то уже совет говорит. Вот и все. В общем, чем активнее жильцы, тем они лучше и красивее живут. Да, конечно. Еще раз напомню, что в студии у нас сегодня был заместитель директора по развитию, руководитель общественной организации и управляющей компанией «Родная» Егор Попырин. Егор, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня вам. Доброго дня. Доброго дня.